Решил я заменить мотор движущего инструмента спиндл этот который у нас стоит он всего 300 ватт по пластику и по мягким материалам он конечно отлично работает когда дело доходит до твердых пород дерева или даже до прессованной доски он начинает задыхаться то есть ему не хватает мощности оборота у него есть до 12000 но мощности не хватает то есть когда при быстрой подачи и он начинает тормозить так что решил его поменять на более мощный мотор варианты конечно есть разные их масса можно купить спиндл мотор такой который специально предназначен для именно чип его машин можно купить раутер вот я выбрал devalt и вообще пользуюсь много и можно купить bosch bosch тоже очень bosch colt хорошо подходит чтобы поставить такой раутер вместо этого необходимо крепления 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 заказал вырезали из 6 миллиметрового алюминия сзади он весь весь крепеж есть все он просто сюда вот на место встанет это этот мотор просто пусть это разбирается эта штука очень легко попросту сюда вот так вот ставится в натяг немножко что хорошо то есть нету люфтов оба мотора с воздушным охлаждением но разница в том что у этого мотора у 300 ватт обдув идет только сверху и как бы отсекается креплением а у этого 7 ампер 120 вольт ну говорят что один одна четверть у лошадиной силы замерять я не буду проверять я пользуюсь точно таким же вручную и он очень себя хорошо зарекомендовал по крайней мере в моей глазах воздухозаборник сверху находится а выход снизу то есть когда он будет работать скорость решения до сейчас я точно посмотрю до 27000 оборотов то есть поток воздуха отсюда представьте что вы режете что-то поток воздуха будет выдавать всю стружку всю пыль все чипсы все подряд будет вылетать то есть никакой пылесос не справится с ним для того чтобы избежать поднятия пыли и стружки я вырежу воздухо отсекающую подошву вырежу я это из кухонной доски она полиэтиленовая и выглядит это будет вот так два отверстия будет сквозные раз и два это будет для самого инструмента чтобы инструмент мог опуститься это для пылесоса или циклона посмотрим что что будет делать эти лепестки здесь они не сквозные они будут уходить на глубину 77 миллиметров и будут просто позволять воздуху уходить в другую сторону от режущего инструмента и потом периметр вот так вот вырежется и на одну восьмую потому что это фреза 1 8 хорошо это Продолжение следует... 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 она будет под мотором вот так вот то есть сопла из этих видно выходные они будут как раз находиться над этими выемками и воздух будет спокойно уходить толщину я оставил 2 мм она даже просечивается немножко 2 мм чтобы было как можно больше места для воздуха напор воздуха довольно приличный вот так она будет стоять крепится кто-то спросит а как же она будет крепиться то она же просто оболтается в креплении к этому мотору прорезаны 2 отверстия 12 мм то есть сюда я введу ось и здесь тоже сделаю подставку с болтом она будет просто схватывать и держать или я уже думал может быть сделать клипсы чтобы они отсюда вот сюда захватывали посмотрю такое дело если внутрь смотреть то она вот так вот выглядит для чего эти окна это у меня был образец я думал сначала из пакси-глаза резать и сделал вот эти вот маленькие сквозные окошки потому что вот здесь есть два два LED лампочки для подсветки но поскольку пластмасса белая в этом случае не прозрачная есть и есть ничего страшного нет здесь будет стоять пылезаборник наверное циклон все таки я поставлю пылесос для такого дела наверное не справится и вокруг сделаю юбку можно сделать из пластика можно купить готовые специальные для машин вот интересно да вот это вот как опускалось сверло раз два три четыре раза видно шаги как она опускалась хотя этот материал не слоеный он однородный это просто это след от фрезы надо подумать почему это ну вот такой небольшой проект а также сделал я на столешнице на самой две направляющие эту эту они еще точно не выровнены надо будет надо будет подвести инструмент вот когда уже большой поставлю и инструментом включив мотор просто пройти и она его точно точно обрежет потому что натягивать выравнивать смысла нет положил вырезал и она будет точно подогнана под эту машину ну вот и в принципе и все равствуй что мы celкость без capacidad вырезал и подогнала и тогда музея вырезал Продолжение следует...